Всем привет, ребят, с вами Лами, и сегодня мы продолжим играть The Kid at the Back. Простите, что видео выходили не так регулярно, как я планировала, я надеюсь, что это исправится теперь просто. У меня были кое-какие проблемы в моей личной жизни. Ладно, продолжим играть с нашим загадочным парнем. Конечно же, я не сохранилась, боже, как иначе, ладно. Боже, мне очень жарко, но мне пришлось закрыть окно и выключить вентилятор, чтобы не было лишних звуков. Оу, воу, 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 вот это было стрёмненько. Королевство. Солнце садится за горизонт. Блин, зачем я телефон убрала? Мне вообще, на самом деле, так как я в Канаде, надо изучать английский. Извините, соседи, за то, что я в 11 часов записываю видео. Я недолго, надеюсь. Попытаюсь быть потише, потому что мне вызовут полицию. Солнце, садящееся за горизонт, окрасило травянистое поле в глубокий золотисто-оранжевый цвет, а ветер задел пряди волос на твоем лице. Ваш всегда любимый дом, высокая трава, свежий воздух, различные сельскохозяйственные животные, которых вы и ваша семья выращивали с тех пор, как вы были ещё ребёнком. Ты не могла даже представить, что происходило перед тобой прямо сейчас, когда пришла группа людей, которые разговаривали с твоим отцом. Твой единственный, так скажем, член семьи ушёл. Ты видишь отчаяние в глазах вашего отца. Блин, вы видите отчаяние в глазах вашего отца, когда он изо всех сил пытается вести переговоры с людьми, которые были перед ним. Отчаяние в его голосе, подстекающий по его шее, когда он двигает рукой, жестикулируя то и это. Пожалуйста, просто дайте мне больше времени, я обещаю, что смогу заплатить. Игра-то, надо мной издеваешься? Это всё, что у меня осталось, и не знаю, куда ещё идти, если мы потеряем эту сельскохозяйственную землю. Мы уже дали вам достаточно времени, мистер Плей. Если ты не выплачешь свой долг, мы заберём твою землю. Громкий звонок школьного звонка раздался в коридоре, заставив тебя оторваться от мыслей. Студенты вышли из дверей своего класса. Ты чувствуешь, как кто-то трясёт тебя, будя, разбудив. Ты всела и встретилась с лицом Кроуи. Что ж, доброе утро, спящая красавица. Ты зимнула. Ты потерла свои глаза, когда ты отглянулась. Твой приятель... Твои... Твои одноклассники уже ушли со своих мест, так как было сейчас время обеда. Ой, нет, только не это. Что я пропустила? Ничего важного. Хотя, если у тебя есть сомнения, я могу одолжить тебе свои записи позже. Спасибо, Кроуи. Ты спасаешь мне жизнь. Всё для тебя, Соня. Ты вспомнила свой маленький сон. Ты быстро острахиваешь это с себя и делаешь растяжку. Хрустя несколько суставов, прежде чем встать и выйти из класса вместе с Кроу. Ты встречаешься со своей группой друзей. Видишь, ты Дэрила вместе с Гео и Крови, ждущих возле шкафчиков. Бритни подходит, ну, сзади них вместе с Джесс. Нет, я не пойду на обед. Вы чё? Ты им помахала. Доброго дня всем. С уважением, Дэрил. Как прошли занятия? Скучные, скучные. Я так рад, что ушёл оттуда. Ещё один бесполезный, несовершеннолетний, и я уйду отсюда. Наверное, ещё один бесполезный урок, я уйду отсюда. Гео просто пожал плечами. Одна рука в кармане толстовки, а другая в телефоне. Вы чё, пиздите, две руки в кармане толстовки. Но сегодня нам хотя бы что-то нужно сделать по нашей специальности. Чему я рада? Ну, больше бумаги. Но это было, по крайней мере, что-то. Хватит о бумаге. Так, насчёт хэллоуинской вечеринки. Есть какие-то идеи о костюме? Когда они говорили друг с другом, Глорием Глаза ты заметила знакомую фигуру. А это ещё что за покемон? Он выглядит, как будто он его, типа, блин, как-то объяснить. Как Паймон, короче. Тотем на живот. Это был Сол. Он вышел из класса, сейдом за ним подошёл ещё один человек, видимо, скучающий по его мыслям. Остаться со своей группой, позвать Сола, присоединиться к Солу. Да, даже не знаю, блин. Я бы позвала его. Я бы не стала просто брать и уходить из компании, которая только что была. Недолго думая, ты бы дошла там, где был Сол, и он почти сразу заметил тебя. Улыбка появилась на его лице. Короче, ребят, я могу немножечко тупить, потому что сейчас я пытаюсь переводить без переводчика, потому что мне надо тренироваться. Я не смогла получить курсы по английскому, поэтому надо как-то эту ситуацию исправлять. Его компаньон заметил его изменение в поведении и обернулся на тебя. Вот компаньон, вот правильно его описали. Компаньон. Пайман. Самый лучший компаньон, Хьюго. Привет, ты друг Сани? Сани, блин, у нас уже есть один Сани, да и Джейк. Зачем мне второй? Сани? Сани? А чё Сани немножечко... Ой, как и солнышко покраснело. Сани это, короче, солнечное. И он похлопал Соло по спине с улыбкой на своём лице. Солу это не очень понравилось, когда он попытался... Ну, он попытался сделать всё, чтобы спрятать своё красное лицо за своими руками. Ты знаешь, потому что он прям как солнышко. Он Сани. Ты похихикала, осмотрев Соло. Его ярко-красное лицо, покрытое его рукой, пока он смотрит в другую сторону. Нравится твой никнейм? Да, Сани любит никнеймы, которые я ему дал. Правда, Сани? Сол ничего не говорит. Он просто смотрел в сторону и как бы отказывался встречаться своим взглядом. Это так мило. Это прекрасно. Блин, как adorable. Прямо правильно перевести. Это восхитительно. Хьюго был немного тихим. Он выглядел, как будто анализирует твоё лицо. Его голова, типа, наклонена в сторону немножечко, перед тем, как улыбка проявляется на его лице. У тебя правда есть вкус, Сани. Она очень милая, как ты сказал. Спалил его! Блин, вот. Я поняла эту фразу, но её надо правильно перевести, чтобы я смогла донести её смысл. Сол лишь мрачно посмотрел на него, говоря, чтобы он даже не пытался туда ссуваться, так скажем. Покраснение появилось на твоих щеках из-за этого джеста. В любом случае, мне приятно с тобой познакомиться. Моё имя Хьюго. Я друг Соло. Соня, приятно с тобой познакомиться тоже. Он пожал тебе руку с улыбкой на своём лице, боже. Вот так будет целый выпуск, да. Как футстепс на русском? Шаги. Потом ты услышала группу шагов позади себя. Хьюго первый заметил группу. На самом деле я же хотела его позвать, но я, видимо, всё равно ушла. Хьюго первый заметил группу сзади меня, сзади тебя, точнее, когда он поднял свою голову, чтобы встретиться с одним из их взглядов. Вот ты, Соня. Вот где ты, Соня. Ты просто убежала, так что я немного забеспокоился. Ты с этими людьми, Соня? А что, с ними не так изгои? Я знаю. Ну, а я такая же. А, точно. Ой, извините, что убежала так. Эм, да. Соу, Хьюго, это мои друзья. Ты повернулась, чтобы встретиться лицом к лицу с Кровью и остальными, пока твой взгляд всё ещё был зафиксирован на дуэте. Ну, дуэт это вот эти двое. Кровью дал двоим улыбку и немного покачал рукой. Дэрил подошёл первый. Вытягиваю свою руку для рукопожатия, для двоих этих. Приятно с вами познакомиться, я Дэрил. И если ты ещё не слышали, я ас нашей школьной футбольном клубе. Ну, короче, он футболист. Он сказал с улыбкой, Хьюго взял его руку, ну, чтобы пожать. Следом последовала Бритни, когда она просто смотрела с рукой на её бедре, пока Джесс... Вот это слово не знаю. В то время как Джесс свертела пальцами, прижавшись к Бритни сбоку. Эй, как дела? И привет! Между Бритни, Джесс и Дэрил кажется только самый энтузиазм из них в этой новообретённой дружбе. Я Хьюго, я слышала тебя, Дэрил. Приятно познакомиться с тобой. К счастью, Хьюго ответил той же энергией, что я спортсмен. Я Джерич... Господи. Какой нафиг Джерич? Я уже забыла, как его зовут. Я Джерико, точнее. Я Джерико, но люди меня зовут Кроу. Приятно познакомиться. Что-то не сильно они подружились, да? Хотя... Крови также вытянула руку для того, чтобы Сол её пожал. Но Сол не взял её. Ага, вот и поговорили. Была немного неловкость в воздухе между этими двумя мужчинами, заставляющая крови немного как бы оттянуть свою руку назад. То есть, да. Не может быть! Однако, атмосфера между ними двумя была прервана. Когда Хьюго громко ахнул, направился к Гео, который был далеко позади группы. На его лице видна улыбка. Да я вижу, что у вас прически практически одинаковые. Анимешники, блин. Глаза Гео потемнели, когда он пытался отойти назад. Но Хьюго был быстрый. Со своей задачей и заключил более высокого мужчины в объятия. Ой, блядь. Окей. су-гу-ри ой нет, наверное, я не так прочитала я уже забыла как читать на японском по-моему, нет, подожди по-моему, это катакана не хилигана я уже ничего не помню честно это е ебать, наверное, он сказал е как сделать катакан Боже, вот не люблю я катакану, честно Ебать копать Вот так это я переведу А, хотя вот это я знаю Фу, бу, точнее, бу Шибури, да? Шибари, наверное, да? Хочет с ним провернуть Ой, блядь Я это вам не переведу Не просите даже Что? Это ку Кусай Ну, не надо Один шибари Другой кусай Э? Я не хочу видеть Твое уродливое лицо на протяжении дня Нет На протяжении всего семестра Вот так себя ведут Японцы, когда видят Круг друга Но моя удача, кажется, ускользает Эй Это было не мило Так, типа Поприветствовать своего брата Офигеть Еще один громкий вздох был услышан Теперь он был от Дэрила Он указывал на Гео Немного драматично У тебя есть брат Гео? Замечательно Еще один Это для тебя большой брат Продолжение, вот этот маленький, он большой? Ну ладно Все внимание Теперь было на эту троицу Бритни Казалось Рада Ну С новой Дилеммой Гео Кровью просто смеялся Пока Джесс Была Так же удивлена О, точно Хьюго начал Наконец-то отпустить Гео Упомянутый мужчина Ругался себе под нос Собирая себя И поправляя Теперь взлохмаченные волосы И пошел На тебе Навстречу Вообще-то Мы сегодня Собирались на крыше Пообедать Мы надеялись Что ты пойдешь с нами Он говорит Теперь стоя Рядом с Солом Сол Смотрит на тебя С нетерпением Ты Я к ним Присоединюсь Я больше Не ногой В эту столовую Мне кажется Упасть с крыши Будет менее Травматично Я имею ввиду Хорошо Но я должна Сказать другим Сначала Если это нормально Они буквально Стоят рядом Конечно Ну Возьми свое время Не торопись Поблагодарив Извинившись Ну короче Перед За уход Перед Этими двумя Ты обратилась К группе А именно Кроу Незапно Нервозность Поглотила тебя Когда ты Постучала Голубоглазому Мужчине По плечу Кровью Поднял глаза Ну блин Он выглядит Так будто У него Не должны Быть голубые Глаза Он такой Ну он Мулат Просто Темный ген Он сильнее И если В случае Того Что у него Один из Родителей Афроамериканец Допустим Ну или Мулат Тоже То Скорее всего От него Перешли Гены Темных Глаз Я не знаю Я никогда Не видела Каких нибудь Мулатов Со светлыми Глазами Граун Отметила Шведро На одной Из ее рук Бритни Правда Не дала тебе Возможности Спросить Ты можешь Идти Соня Ты можешь Присоединиться К нам Когда захочешь Она улыбнулась Тебе Немного Тебя Удивив Они мне Какую-то Вечеринку Сюрприз Готовят Ну ладно Наверное Я наивная Без лишних Слов Ты Покинула Группу Прежде чем Уйти С Солом И Хьюго Хьюго Тебе улыбнулся Ты повернулась К Солу Он тебе Тоже Дал улыбку Его Плечи Немножечко Расслабились Когда он Успокоился Тогда пойдем Хьюго Пошел К своему Обычному Месту И сел На лавочку Которую Ты Как-то Не видела Раньше Сол Последовал За ним С большой Завернутой Коробкой В руках Которая Привлекла Ваш Интерес А до этого Ты ее Не заметила Конечно Я сяду Рядом С Солом Мне не нужен Этот покемон Извините Сол Заметил Тебя Краем Глаза Уголки Его Губ Потянулись Вверх Ты Указала На коробку Которая Была В руках Сола Это Твой Ланч Сол Ты Можешь Так Сказать Я Там Представила Коробку Знаете Такую Огроменную Прям Коробку Когда Сол Развернул Ткань Ты Увидела Коробку Для Бента Бента Он Берет Одну Коробку Бента Наверх Перед Тем Как Дать Другую Хьюго Хьюго Весело Принял Коробку Сказав Солу Небольшое Спасибо Прежде чем Достать Палочки Для Еды Хьюго Достает Контейнер И Издает Благовейный Звук Его Глаза Сверкают Слина Медленно Стекает С уголка Его Губ Ты Правда Послушал И Ты Порезал Эти Маленькие Сосисочки Ну Как Эти Вот Японцы Весь Такой Прикол Ох Эти Японцы Типа Резают Сосиски Будь потише Ты Извинишь Моих Ушах Погоди Я Должен Сфотографировать Это Вендере Симулятор Можно Сделать Таких Осьминожек Хьюго Нежно Положил Бэнта На Свои Колени Перед Тем Как Чем Порыться В своем Телефоне Ага В моем Да Пошел Он Нахер В моем Телефоне Рыться Он Перевернул Его Горизонтально И Открыл Камеру Телефона Хьюго Взял Контейнер Обратно В руки Но Не Раньше Чем Повернулся В тебе И Показал Что Он Продолжает Говорить Что Он Продолжает Говорить О Мой Это Разве Это Не Прекрасно Соня Блин Как Это Мило Мне Блин Я Сейчас Ревновать Буду Мне Так Нифига Он Старается Я Тоже Так Хочу А Почему А А Как же Я Какая Это Немножко Жирная Бабочка Этими Вряд ли Она Далеко Улетит На своих Крылышках Манки Блин Я Завидую Вообще Я не Завидую Я Ревную Да И то И все Вообще Я Завидую Ревную Одновременно Потом Ты Видишь Несколько Блюд Различных С которых Рис Имеет Форму Мотылька Морские Водоросли Для Оформления Лица И капустный Лис Для Оформления Его Крыльев Мне кажется Мотылек Сел Половину Этих Осьминожек Прямо Под Мотыльком Находится Мини Колбаски В форме Осьминога Прекрасно Нарезанная Морковь Была Сделана В виде Звезд И помещена Рядом С фаршированными Грибами Шитаки Суши С яичным Рулетиком И брокколи С плавленым Сыром В качестве Соуса Выглядели Восхитительно Я Сейчас Кого Нибудь Съем Боже Я Голодная Я Почти Чувствую Себя Слишком Учитесь Я смогла Я смогла Перевести Хоть что-то Видите Я не зря Учила Японский Я учила Японский Чтобы перевести Одно слово Подожди По-моему Он сказал Что-то другое Не Итадакимас Не Все правильно Я учила Японский Чтобы перевести Одно слово В этой игре Итадакимас Кстати Это Японцы Складывают ладошки И говорят Перед едой Ну как Это не скорее Не знаю Это молитва Перед едой Короче Просто Как приятного аппетита Мы говорим У них тоже Так принято Сложить вместе Ладошки И сказать Итадакимас Не тратя Больше Ни секунды Хьюга Начал Кушать Так скажем Ты сделал Это сам Сол Ты можешь Так сказать Сол ответил Открывая Свой собственный Контейнер Внутри Был обычный Сэндвич Вечерной С сыром Он Достал Один кусок Но не успел Откусить Как повернуться К тебе Ты кушала Соня Нет На самом деле Я не кушала Сол Так я реально Не ел Аж Вот Время Обеда Глаза Сола Расширились И Хьюга Посмотрел На тебя Перед тем Как ты Поняла Сол Достал Последнюю Коробку Для Бента Прежде чем Отдать тебе Ее Ты можешь Ты можешь Ее Получить Это Экстренная Почему Тебе Есть Экстренная Я Не Полюбил Как Это А как Она Выглядела Но Я Решил Что Могу Позволить Хьюга Закончить Это Трата Ингредиентов Тебе Не Нужно Сол Правда Я Настаиваю Черт Возьми Просто Съешь Тоже Коробку Хьюга Яна Надоел Подшучивать Зад И Вперед Прежде чем Продолжить Свою Коробку Сол Поначалу Сомневался Он Поначалу Достал Ложку Вилку И протянул Одну Тебе Подразните Его Или Укусить Давайте Его Подразним Не знаю Как мы будем Его Подразнить Но Интересно Ты Отклонила Его Предложение Посуды Заставив Его В замешательстве Поднять Бровь Ты Не Хочешь Ложку Или Ты Предпочитаешь Палочки Для Суши Чопсикс Не Помню Как Они На Русском Ничего Подобного Тогда Что Это Я Хочу Чтоб Ты Покорнил Меня Это Чуть ли Не Вырубила Соло Архиго Бросил На тебя Осуждающий Взгляд Когда Он Прилестал Есть Мне Кажется Твой Покемон Ревнует Он Подвинулся Немного В сторону От вас Двоих Прежде чем Вернуться К еде Сол Однако Немного Нервничал Его Глаза Все Еще Были Прикованы К тебе Все Еще Не Мог Поверить То Что Он Только Что Услышал Бедный Рассол Это Получается Что Если Он Привяжется Ко Мне То Он Будет Кормить Наверное Меня И Будет Утро Встает Чтобы Этому Нарезать Красиво Потом Еще Нам Нарезать Красиво У Чувака Нет Личной Жизни Боже Я Сочувствую Чел Корми Себя Сол Однако Немного Нервничал Его Глаза Все Еще Были Прикованы К тебе Все Еще Не Мог Поверить То Что Только Что Услышал Ты Собираешься Продолжать На Смотреть Или Слушай Давай Ты Там Не Подгавкивай Заткнись Вот Вот Я Я Покорю Сол Схватил Ложку В руку Взял Несколько Кусочков Из коробки Из бента Прежде Чем Повернуться К тебе Его Глаза Отвернулись От тебя На его Лице Появился Дикий Румянец Когда он Поднешь Ложку К твоему Лицу Его Рука Немного Отряслась Видимо Он Нервничал Ты Откусила И проживала Ты Почувствовала Что вкусы Хорошо смешиваются Было Очень вкусно И свежее Это потрясающе Сол Это правда Хорошо Хьюго Кивнул Вместе С тобой Еда Набита На одну щеку Как у хомяка Я точно знаю Вы честно говоря Будете удивлены Сол Блин Вот это Третий На свидание Но это Пипец Делаешь Обед Для Хьюго Или Ты был бы Хорошим Домохозяином Ну давай Это Глаза соло Расширились На Твое Заявление Ты так Реально Думаешь Я Реально Так Думаю Что Ты бы хотела Женить Выше Замуж За меня Точнее Быстро Мы к этому Пришли Блядь Уберите Вот эту Полторашку Пожалуйста Меня уже Бесит Хьюго Ты давай Ты давай Сиди на лавочке Кушай свой Бента Молча Пожалуйста Пока я тебя Не въебала Он Бесячий Прям как Пайман Ну реально Сол Определенно Домашний Муж Сони Он Может Готовить Он Может Убираться Он Может Делать Все Я Не Хотел Быть Твоим Личным Дворецким Это Был Комплимент Эти Двое Подшучивают Но Ты не Можешь Не Смотреть На Соло В Его Глазах Появился Блеск Он Казался Ярче Потом Сол Замолчала Его Глаза Цепенели Как Будто Он Задумался Это Привлекло Твое Внимание Когда Ты Наклонила Голую Сторону Когда Ты Кликнула Его Имя Сол Ты Окей Ла Что Оу Я В Порядке Соли В Полном Порядке Но Здесь Было Замешательство Его Тони Как Он Сол Как Станы Топают Как Кто Он Ты Сказал Что Это Сол Да Блять Он Откашлялся Его Спина Выпрямилась А Глаза Закрылись Этот Человек Тот С косами Какой Человек С косами Ты Обдолбался Человек Ты Имеешь Ввиду Крови А С косой Ты Имеешь Ввиду Крови На Одну На долю Секунду Его взгляд Потемнел Да Я Б Зарезал Да Он Могу Тебе Кое Что Спросить Это Немного Тебя Смутило Что Его Вдруг Заинтересовало И Тем Не Менее По Отношению Кровой Может Быть Он Хотел Узнать Нем Побольше Кровой Как известно Очень Дружелюбен Конечно Что Ты Хотел Спросить Меня Ты Тебе Нравится Твое Сердце Упало Ты Чуть Чуть Не Подавилась Собственной Спиной Нет Что Заставило Тебя Это Сказать Ты Нервно Хихикнула Ничего Такого Он По Духе В Глазах Была Нерешительность Не Уверен Верить Вам Или Нет Желаю Сменить Тему Прежде Чем Он Начнет Что Подозревать Ты Выпалила Как Насчет Тебя Сол Тебе Нравится Кровы Здесь Есть Определение На тот Кто Тебе Нравится Твоя Пайман Он Ухмыльнулся Улыбка Которую Он Делает Когда Дразнит И Отражается На Его Всегда Красивом Лице Почему Ты Интересуешься А Почему Ты Интересуешься Гений Как Будто Дикий Румяне Спыхнул На Твоем Лице Когда Ты Попыталась Распространить Эту Тему Сол Лишь Усмехнулся Когда Ты Заикалась И Ёрзала Его Взгляд Смягчился Так Мило Хьюго Внезапно Закончил Свою Коробку Убирая Коробку И Заворачивая Ее Обратно Хьюго Стал С Скамейки Вытянул Конечности Сделал Несколько Шагов Вперед И Оглянулся На Вас Двоих Это То Ребята Это То Что Вы Делаете Каждый День Ты Спросила Заставляя Хьюго Повернуться К тебе Ну Или По крайней Мере Когда Вы Оба Собираетесь Вместе Что Вы Ты Имеешь Ввиду Ты Имеешь Ввиду Что Сол Дает Мне Обед Он Просто Постоянно Забывает Зать С С С С Один Хьюго Дуется А ты Никогда Не доедаешь Свою Поэтому Я горжусь Тем Что Когда Либо Доедая Хорошую Еду Большое Тебе Спасибо Эти Рисунки На бентах Просто Искусство Что Их Вдохновило Если Не возвращая Тебе Спрошу О Ты Не Знаешь Заткнись Гогу Гогу О Теперь Мы Используем Прозвище Сани Как Милостые Страны Видите ли Соня Мой Старый Приятель Просто Занимается Фуд Артом Как Типичный Художник Который Он Является Но Никогда Не Удосуживается Доесть Его А тем Более Съесть И Он Действительно Любит Такие Милые Вещи Как Хьюго Повернулся К Солу Сол Просто Смотрел На него Скрыть Сев Руки На груди Как Извали Твою Плюшевую Лошадку Сани Чертов Задавая Отвечу На Это У Него Есть Плюшевая Лошадка Сол Собирает Плюшевых Игрушек Ну Я Тоже Их Люблю К Этому Моменту Лицо Сол Становится Свекло Красным Когда Он Снова Связывает Коробки С Бент Он Встал С С С С С С С С С Перед Тем Как Пойти Там Где Был Хьюго Ты Тоже Встала Последив За этим Дуэтом Это Так Мило Ты Ты Продолжаешь Удивлять Меня Все Больше И Больше Соу Он Ничего Не Сказал Поправив Чокер Красный Цвет Который Поднялся До Ушей От Твоего Комплимента Внешний Вид Может Быть Обманчив Это Заставляет Тебя Задуматься Почему Люди Никогда Не обращают На него Внимание Почему Люди Не хотят Получить То Че Короче Почему Люди Не хотят Его Узнать Может Они Просто Никогда Не давали Ему Шанс Потому Что Как Он Выглядит Ну Не Как бы Если Не Говорить Еще О Его Пугающем Росте Да Я Думаю Он Привлекает Внимание Типа Просто Он Считается Как Странный Какой Одноклассник Тихий Но В конце Концов Он Просто Нежный Гигант К тому Времени Хюго Замолчал Ветер Немного Усилился Когда Он Прошел Мимо Перил Он Наклонился И Положил Локти На Холодную Железную Поверхность Глядя Вниз Любопытство Любопытно Мы подошли К нему И посмотрели Туда Где Было Его Внимание И Тогда Ты Увидела Группу Незнакомых Людей Они Выглядели Так Причудливо Они Выглядели Богатыми Опасными Не Помогает То Что У Взрослого С Ними Вы Думаете Учителя На Первом Глазу Есть Повязка Ч Кружки Высокого Класса Сол С отращением Смотрит На Группу Хорошо Одетых Студентов Он Недостоил Их Второго Взгляда И Вернулся На Скамейку Запасных Ну Старшеклассники Ты Ты Знаешь Про Иерархию Соня Нет Не то Чтобы Я В Курсе Это Был Первый Раз Я Когда Либо Слышала Об Этому Как Вышло Так Что Я Никогда Не Слышала Или Видела Никого Из Мои Школьные Годы Здесь Хьюго Просто Тихо Усмехнулся Его Взгляд Все еще Был Прикован Группе Внизу Его Глаза Прищурились Как И Соло Они Явно Ему Не Нравятся Я Не Виню Тебя Никто Не Любит Разговаривать О Ни Все Равно А Так Он Даже Симпатич Ненький Старшекласс Про Иерархию Как Вышло Так Что Никогда Не Слушала Раньше Иерархии Это Как Скрытная Вещь Но Это То Как Они Ее Называют Это Школа Нет Весь Город Это Как Боевая Яма Ладно Мафия Тот Кто Окажется Самым Могущественным Имеет Больше Шансов Прожить Здесь Хорошую Жизнь Блин Так Везде В мире Работает Кроме Там Где Есть Коммунизм Коммунист В эту Школу Приходят Люди Чтобы Получить Второй Шанс В Жизнь Ага Это Что Школа Для Осужденных Но Для Этого Нужно Заявить О себе Заставить Их Думать Что Вы Стоите Их Времени И если Нет Ты Сам По Себе Блин Он Так Пафос Старший Класс Он Смотрит На Группу Внизу Это Школьное Здание На самом Деле Ненастоящее Все Мы Ненастоящие Мы Просто Куклы В этой Игре С Жизни Шпатай Гази Что На Школьной Карте Ясно Написано Что Адрес Это Вот Где Они Действительно Обманывают Вас Вы Тоже Можете Подумать Что Все Поняли Правильно На Нас Сонтируют По Нашему Происхождению Настоящее Школьное Здание Намного Дальше Чем Мы А Их Кампус Десять Раз Больше И Лучше У Них Есть Ну Понятно У них Короче Получше Это Называется Бизнес Класс Извините Надо Работать Для Этого Ну Или Если Вам Да Ну Что Поделать Жизнь Такова Да У них Нормальные Занятия Лучшее Оборудование Все Просто Лучше Ну Прикинь Да Деньги Платят Для Того Чтобы Было Лучше Здесь Мы Получаем Только Короткий Конец Палки Запоздалая Мысль Если Ты Хочешь Если Ты Если Мне Придется Угадывать Богатые Живут В Главном Здании Это Верно Это Верно Сын Герцога Дочка Бизнесмена Пока Ты Богат Ты В Деле Твои Шансы На Получение Лучшего Образования Зависит От Этого Если Вы Лежишь К Высшему Классу У Тебе Будет Больше Шансов На Успешную Стабильную Жизнь Но Разве У нас Нету Студентов Которые Типа Очень Богаты Ты Вспоминаешь Что Жест Была Одной Из Них Она Дочь Бизнесмена Но Почему Она Не Принадлежит К Высшему Классу Некоторые Из Них В итоге Переселились Наше Здание Другими Словами Они Провалили Урок Либо Получили Нарушение Они Не Хотели Такое Пятно У нас Их Репутация Поэтому Отправили Их Сюда Конечно Некоторые Этого Не Оценили Они Видят Нас Кого То Ниже Себя Следственную Хюга Смотрит На Соло Тот Слишком Занят Рисованием Блокноти Чтобы Его Заметить Им Приходится Бороться Со Слабыми Чтобы Это Что-то Почувствовать Хах Они Звучат Ничем Кроме Как Этими Буллис Ну Задирами Как Получилось Что Кто-то Не Подошел И Не Пожаловался Хюга Однако Просто Посмеялся Над Тобой Как будто Рассказала Ему Очень Смешную Шутку Прежде Чем Покачать Головой Если бы Это Только Было Так Легко Его Смешок Внезапно Умер Когда Он Почесал Свою Голову На самом деле Соня В этом Городе Никому Правда Нету Дела Деньги Единственное Что Вращается Вокруг Этого Города У Тебя Нет Денег Ты Никчем Так Скажем Это Вот Поэтому Люди Как Мы Отсмотрят На Тебя Отчаялись Попасть В Высший Класс Если Ты Смеешь Жаловаться Он Остановился Словно Обдумывая Слова Которые Собирается Сказать Судя По Всему Его Манере Поведения Это Нехорошо Вместо Этого Он Послал Тебе Взгляд От От Где Это Какая Такая Прям Тема Для Разговора Не Знаю Давайте Давайте Я Тоже Так Попробую Современное Общество Считает что оно знает идеалы красоты, что может говорить человеку, выглядит он правильно или неправильно. И общество так пропагандирует нам свои идеалы красоты. Хотя, если бы мы показали эти идеалы красоты несколько сотен лет назад, то люди бы посмотрели на нас с недопониманием. Тогда идеалы красоты были другими. Общество меняется и находит новые вещи привлекательными. Но значит ли это то, что какой-то человек действительно некрасивее только потому, что ему это диктует общество? Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя и скажите, вы действительно красивы? Или общество заставило вас думать об обратном? Блин, короче, всё. Такие речи не моя тема. Идём дальше.